Данное видео подготовлено специально для группы Fallout ВКонтакте, ссылочка в описании. Доброго времени суток, мои дорогие зрители. С вами снова Wastelander, это Тодд Винкл, и сегодня мы будем проходить различные игровые модификации на Fallout New Vegas. Сегодняшний гость нашей программы из сайта Альянс, в переводе от компании или конторы FalconLayer. В данном видео используйте перевод от FalconLayer, ссылочка в описании. Итак, сам мод редактирует немножко зону, которая находится за местом выдачи еды беженцам НКР. Заходим за угол и видим здание с какими-то странными дядьками, в очень странной броне. Рекрут Альянса Иссайда. Чё скажешь? Ничего не скажешь. Ладно. Новая зданица, Альянс Иссайда. Давайте посмотрим, что внутри. Притом, почему это Иссайда, я так и не понял, когда по-хорошему это западная страна Вегаса. Но... География, это же не обязательный предмет, наверное, в американских школах. Добавлено здание один из банды. Иссайд Альянс. Мы не забудем тех, кого забрал Легион. Альянс Иссайдом. С Тим за ваших любимых. Ну, это уже... Говорит, мы исповедуем принцип глаз за глаз. Так, ну и кто такие? Сквотер, Рекрут, Сквотер. Ферести Дентон. А ты кто? Привет, прости, я просто жду здесь кое-кого. Не хотел тебя беспокоить. Все в порядке, но я не могу сейчас говорить. Ну и не говори хер с тобой. Еще один Сквотер, а вы что за бомжи? Рик Грайнджер. Добро пожаловать в Альянс Иссайда. Ты здесь, чтобы направить жалобу? Жалобу? Ну, знаешь, контракты. Мы их выполняем. НКР, напряженно, достаточно, и не может сама срезать голову каждой легионской змеи. Так что это делаем мы. Мы выслеживаем любый сот легиона, который исчемляет людей, живущих здесь, и убиваем их. Вот так все просто. Я могу присоединиться к вам, ребята? Мне приходилось убивать легионеров, просто на пути попадались. Ну, мы ищем новых людей, но не все так просто. Тебе сначала придется пройти процедуру вступления. Ну, так что. Вступление? Звучит неплохо. Вот это дух. Вот что тебе следует сделать. Мы должны убедиться, что ты можешь стать членом Альянса. Любой, кто имеет какие-либо подозрения на связи с легионом, рассматривается быстро. Это не очень красиво. Поэтому тебе нужно догадаться, что ты на стране добра и правды. Нам известно, что в Версайде есть легионер, выдающий себя за местного. Но мы знаем, что он передает информацию своим людям, и это нам необходимо прекратить. Так, и мне нужно всего лишь убить этого парня? Если говорить более точно, да. Принеси его в голову в качестве доказательства, и тебе будет выделен собственный пыльник регулятора Альянса. Класс. Я не могу попросить его уйти, убедить. Говори с ним. Что это, по-твоему, офис правительства? Просто убей подонка и вернись сюда. Это легионер, что-то тебе бедери. Альянс Ассайда-Изгой. Вы произвели плохое впечатление на общество, и теперь я с вами могу отказаться иметь дело. Я. Че, я все испортил? А, конечно, вот, начинает вонять. А, это он, отлично. Хорошая работа. Полагаю, твое вступление пройдено. Вот твой пыльник. Теперь это официальная реакция Альянса Ассайда. Загляни в сервину в комнате рекордов, дверь рядом с лестницей. В нем ты найдешь все текущие контракты. Что за пиздец? Я ж никуда не ходил. Отличный скриптинг, просто охуенно. Ладно. Че там за квесты-то хоть мне, ну, удавались. Один из банды. В качестве рекрута Альянса Ассайда завершить четыре контракта. Пройти посвящение в Альянс Ассайда. Ну, я типа его прошел. Наверное. Дружинник, рекрут. Дружинник. Аломбранд. Новое лицо, самое время. Ты здесь, чтобы вступить в Альянс? Я думал, ты здесь, чтобы помочь нам с оружейной проблемой. Да, только что присоединился. Это хорошая новость. Нам всегда нужны новые люди, даже если для них не находится оружие. Что там насчет оружия? О, это моя проблема, правда. Я квартир-мейстер Альянса, как видишь, ну и еще техник. Я чем-нибудь терминалом, когда не ломается. И следую за состоянием оружия, которое наши мужчины и женщины используют. Мастер на все руки. Серьезно. Но у нас мало приличного оружия. Мы справляемся за счет старателей и использования того, что есть. Но теперь нам нужно быть лучше подготовленными. Может, я могу помочь? Правда? Это было бы горой с плеч. Но это для тебя целое задание. Тебе нужно будет поговорить со всеми, кто сможет помочь нам. Стоит попробовать обсудить это с красным караваном и оружейниками. Эти двое лучший вариант. Но еще ты можешь поговорить с последователями. Если тебе удастся говорить их помогать нам, мы будем укомплектованы. Еще что-то? А это все. Если разберешься с этим, станешь местным героем, поверь мне. Надеюсь, ты вернешься с хорошими новостями. Ой, блядь. Не хочу я дальше идти, потому что я боюсь, что все очень глючно будет и плохо. Скрипты-то ломанные, как вы видели, да? Я просто пришел и сказал, у меня есть голова. И сказали, молодец. Кэрл Эванс. А ты что дашь? Так, значит, ты есть новый рекрут, о котором все говорят? Знаешь, тут было много шума на твой счет. Чего? Я просто делаю то, что нужно. Ну, так и продолжай. Ты заставляешь других рекрутов касаться никчемными. И это хорошо, что это заставляет их поднимать задницу. Да. Чего-то как-то мне уже не нравится, честно говоря, что здесь происходит. Я думал, что это будет маленький городок. А здесь какая-то просто шляпа. С красным караваном, с оружейниками. Выбор фигуры. Один из банды. Так. Завершить четыре прикрепенных контракта с ТП. Там же какие-то контракты на терминале на каком-то. Видимо, на этом. Чего, бухаешь? Правильно. Терминал Альянса из Сайда. Контракты. Контракт один. К востоку от Фрисайда замечены разведчики региона. Найти любую информацию о них и уничтожить их сопротивление предполагается незначительным. Контракт два. Около Гудсплингса заметили небольшой лагерь региона. Местные видели силуэты по ночам. Подрывники там часто бывают, но у них одежда заключенных, а не пышные юбки. Необходимо выяснить расположение лагеря и избавиться от него. Так ясно. Третий. Женщина жаждет мести за смертью ее мужа. За руинами Саут-Вегас есть лагерь региона и главный там декан Мариус Гайус. Он натворил всякого хитрого дерьма. Говорят, даже пытался забраться в легион чертей. Забрать в легион чертей убежище 3. Но, видимо, они слишком обдолбанные. Похищал жителей не в Вегас. Это легионерский подонок. Опасин должен быть иничтожен. Ладно, четвертый. Этот контракт требует как дипломатии, так и осторожности. Но в этот раз это серьезнее. Женщина утверждает, что ее сестру и дочь похитили, но она не имеет никаких доказательств. Что это регион, кроме разве что слухов о том, что люди видели силуэту в похожем снаряжении. Если выяснится, что слухи верны, необходимо найти лагерь и, если там будут сестра и дочь, освободить их. Женщина зовут Лусь Люси Врена. Ее можно найти в атомном ковбою, где она заглушает скорбь. Поговорить с ней, чтобы узнать больше информации, или уж удостоверившись в их точности, начинать погоню. Оху, я тебе тут квестов. Они как квесты все отметятся, да? Ёла-пала. Круто. Хорошо, хоть много новых квестов. Пусть даже они будут, в общем-то... Так, красный караван оружейный. Красный караван пошли. Пусть даже они основываются на обычном бессмысленном мочилове. Так, мне, видимо, нужно, собственно говоря, в красный караван. Ну что ж, пойдем попробуем договориться с кем-нибудь из красного каравана. Кримсон караван. С тобой, что ли? Уэнди. Чем могу помочь? Хотел что-нибудь пошлое, потому что это такая страшная, что не очень. Я здесь от лица Алана с альянса из Сайда. Хм, да, помню его. Я сказал ему тоже, что скажу сейчас о тебе. Красный караван не предоставляет ссылок к каким-то неизвестным организациям. Ссылок? Скидок? Ошибка. Чем занимается эта альянса из Сайда? Мы хотим быть с ними связаны? Ну, хер знает, я сам еще не понял. Компания по найму что-то вроде охраны, присматривающая за вашими караванами. Хм, полагаю, мы можем решить вести с ними дела. Но мы все же не можем предоставить им какие-либо скидки, иначе все захотят того же. Есть какой-нибудь способ продвинуть этот вопрос? Ну, полагаю, есть кое-что. Если ты поцарапаешь нам спину, мы царапнем твою. Я уже какое-то время ждал посылку от племянника. Он живет в Приме, сходи за посылкой, принеси ее мне. Я присмотрел вопрос скидки для твоего друга. Ладно, но тебе лучше сдержать слово. Я сдержу, только принеси мне посылку. Так, а ну что, вместо того, чтобы этим туда не мастаться, оно... Пиздец просто. Да, зачем так столько квестов-то плодить? Ну, давайте еще туда ганранерсом сходим. Может, они что скажут еще интересного. Хотя, не знаю, что может нам робот сказать. Сказать, типа, я R2-D2, давайте торговать. Пойдем попробуем еще и с ним поговорить. Если вы так понимаете, здесь на каждую эту херню идет свой сайт-квест, что, в принципе, довольно забавно. Единственное, что я так понимаю, большинство сайт-квестов основывается просто тупо на Мочилове. Я не против Мочилове, я только за, но... Блин. Это как-то не в фоллаутовском духе. Это, скорее всего, в духе Фоллаута 4, в котором вообще все квесты сходятся. Потому что ты немножко поговорил, потом всех убил. Ну, не считая там, грубо говоря, пятерки реально хороших квестов. Вот это такой. Ходит тут какой-то... Ты кто? Берт. Чего ты хочешь купить? Что-то? Иди к торготрону. Ты в курсе, что у тебя руки белые, а башка черная. Вообще-то есть лица кого-то там с альянса Исайда. Вот это правильно сказано. О, точно, я помню. Алан со мной говорил. Правда, не уделил внимания тому, о чем мы говорили. Красноречивший сет. Если вы сделаете им скидку, они обеспечат вам стабильный сбыт товара. Им всегда нужно оружие. Полагаю, мы можем срезать немного, чтобы обеспечить устойчивую продажу товара. Да, Элона, это договор нашей сделки. Ох, как-то все просто. И кто был третьим? Последователи, которые в форте живут, я так понимаю. Ой, блин. Туда-сюда бегать. Вот мы в форте. Кстати, возвращаясь к теме, скажем так, головы одного цвета, тела другого цвета. Дорогие мои зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это исправить. Если не ошибаюсь, нигде-то вы не в файле это правится. Но вот как правится, я ума не приложу. Хотя, если честно, мне просто впадло гуглить. Так вот, укажите мне, как это правильно сделать, и мне бы стало лучше. Привет, панкуша. Привет. Чем последователи могут помочь тебе? Есть от лица Альянса Иссайда. Сможете ли вы им помогать? Альянса Иссайда? Да, я помню. Алан говорил с нами. Но мы не снабжаем оружием, которое вредит людям. Мы больше по части лечения и помощи людям. Я уже сказал им об этом. Алан упомянул, что вы можете помочь с поставкой медикаментов. Медикаментов, не оружием. Это интересно. У нас немного того, с чем мы можем поделиться, но посмотрим. Какие услуги он может нам предложить? Он может помочь с обслуживанием и починкой терминалов. Нам бы пригодился кто-нибудь, кто решал бы проблему с компьютерами. Хорошо, скажи Алану, мы скоро свяжемся, обсудим детали чего-то вроде договора. Еще один. Очень трудный квест выполненного. Кто такие? А. Так подождите, я же вас еще не освободил. Хуйня какая-то странная. Какой-то, видимо... Какой-то из квестовых модов с чем-то конфликтует. И... Очень странно. Ладно. Хер с ним. Следующий. Что у нас следующее? Какое задание? Так, выбор фигур для других. В Прим сходить, значит. Ну, от Прима недалеко, я так понимаю, и... А, кстати, где? Добрый-добрый лагерь. Блин, а где там, интересно, лагерь-то? Регионеров. Так что и туда-то одно забежим, и еще их завалим. Ну, в общем-то, квестов много. Но не сказать, что они пока что поражают мое выражение. Да, они озвучены. Воображение. Извиняюсь. Да, они озвучены. У них есть свои положительные стороны. И герой у меня жать захотел, да. Да, они озвучены. Но на этом, в принципе, все хорошее заканчивается. Это меня немножко бесит. Такс. Потому что вариативности я, как вы видите, не вижу. Чтобы какой-нибудь персонаж что-нибудь себе рассказал, я тоже не вижу. Так что пока меня этот Мадетский вообще не впечатляет. И возникает вопрос, нахера его вообще было переводить? Чего у него такого хорошего? Ну, опять же, в переводе много косяков, ошибок и опечаток. Что тоже неприятно. Дом в Приме. Ну, давайте зайдем, посмотрим, кто там внутри обитает. Ой, блять. Сколько же вас тут? Том. Эй, я тебя не знаю. Оставь меня в покое. Меня отправила сюда твоя тетя из красного каравана. Ага, и что она хочет? Едетесь по поводу посылки тети Ванди. Вовремя нахрен. Я все ждал, когда она пришла к кого-нибудь. Вот я рад от нее избавиться. Может, скажешь, что в посылке, иначе мне не понравится таскать ее неоткрытый. Ладно. Наркотик, ясно. Красный караван об этом не знает, так что тихо. Я получаю их по дешевке от великих ханов, и еще мы проводим небольшой рэкет. Мои дети продают их, и все счастливы. Ну, ебану, однако. Слов других нет. Рэкет, наркотики. Ох, блин, свиноты. Да. Походу, потом мы будем остальные квесты выполнять. One at a time, скажем так, будем делать. Вот мы и вновь в красном караване. Что ты нам скажешь? Не очень красивая тетя. Посылка уже у тебя? У меня клиенты ее ждут. Да, посылка у меня. О, замечательно. Большое тебе спасибо. Я ждал этого. Вот специальная цена для твоего друга. Скажи ему, мы в деле. Погоди-ка. Твой племянник рассказал, что в посылке. Что, если об этом узнает Элис Маклаферти? Черт тебя. Полагаю, у меня нет выбора. Вот, возьми. Надеюсь, все просадишь на стрипе. Держи рот на замке. Понятно. Ой, я корму потерял. Я наркоторговца, извиняюсь, за задницу взял. В чем логик данной хуеты? Ладно. Значит, здесь мы все сделали. Здесь мы все сделали. Так. Давайте начнем с чего-нибудь самого, наверное, простого. Найти легионеров, расположившихся снаружи около Фрисайда. О, это же рядом где-то. Насколько рядом, к слову. Ну, давайте немножко погуляем отсюда. Идите сюда, леги, 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 легионеры. Леги, 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 где же вы? Так, безумная корова убивает крытокрысов. Нас-то мало волнует. Меня больше волнует легионера. Так, у меня есть, чем их убивать-то, к слову. То я так хорошо полюбас вооружен, как всегда. О, почти разломанная. Ну, вообще, заебись. Ну, ладно, попробуем. Никого не вижу. Че-то я как-то сомневаюсь, что они могли вот так вот спокойно здесь лагерь разбить рядом. Сколько их там, не пойму. Давайте-ка сохранимся. Блядь. Пяу, пяу, пяу. Их там что, всего двое было? Первый контракт завершен. Рик выдал награду. Это как это он выдал, если я к нему еще не пришел? А, это типа галка, чек-лист. Так, отлично. Че у тебя есть? Ну, эти какие-то слабенькие. Даже не серьезно. Считай, как детей. И сбил. Так, а что в ящике? Запасы Легиона. Да, блядь, открывайся. О, крышки. О, грубие. Ничего себе, 7 тысяч. Класс, возьму, конечно же. Классный у вас респаунд поинт, я скажу, ребят. Очень классный, вы появились прямо на моих глазах из воздуха. Хуенно. Да. Так, ладно, с этим мы закончили. Где еще? Так, это слишком трудно. Легионеры ух около Гуд Спрингс. Давайте посмотрим, что ж там за легионеры. Так, легионеры у Гуд Спрингса. А, я отсюда в тентах вижу. Совсем в глаза не бросается, блин. Если их, я так понимаю, трое, да? То, блядь, живучий. О, икона выполнена. Я еще третьего даже не убил. Чудно. Чудноши пиздец. Да, скриптинг, конечно, на этой модификации очень беден. Очень плох. Я бы даже сказал, нищ. Very poor скриптинг. Хотя, вообще, в принципе... Ой, блядь, еще и палатка в воздухе летает. Класс. Они хоть сами проверяли, что делают? Добрые авторы их там, понимаю, видеть несколько. Сделано как-то над ебоньк. Если честно. Ну, пострелять легионеров всегда довольно забавно. Хотя... Чем-то мне они даже импонируют. Хрен знает чем. Так, какая там следующая задача? Так. Давайте, наверное, отсюда пройдем. Да, совсем незаметные палатки. Но тут, я так понимаю, все-таки будет более-менешно и нормальный уже такой крупненький лагерь этих ребятков. Поэтому не будем лезть на рожон. Наверное, так. Раз, два, три, четыре, пять. И не прогружается текстура. Интересно, я смогу отсюда их завалить? Раз. Два. Три. Да, блядь. Три. Смотрите, опять зачиталась задача, хотя я еще их даже не добил. Три. Четыре. Но умри-то. Пять. А, это очень трудно было. Просто чертовски. Я даже не знаю, как я справился. Это, знаете, мне чем-то напомнило. Не Vegas Bounties, только не Vegas Bounties. На 22 головы выше этого мода, если честно. Тут опять летающие в воздухе палатки. Небольшой лагерь. Так, немножко халявы. Сейчас я чувствую, доиграюсь. На меня эти прибегут. Так, зачем я ментать на копье взял? Развеселые убийцы легионеров. Которые просто ультра-хай-левел, учитывая, что когда вы доходите до Vegas, вы еще не такого уровня. Очень часто они рвут жопу новичкам. Да и мне могут порвать жопу. Так, а где ваш босс? Стоп. Раз, два, три. А, вот он. Уже обыскал его. Что-то не густо у вас всего, ребятки. Место еще такое выбрали рядом с каким-то болотистым говном. Ладно, может хоть третий класс интересный, кажется. Так, п-п-п-п-п-по. Вот, Люси Врен. В Atomic Wrangler надо, я так понимаю, сходить, да? Ладно, давайте сходим туда. Эй. Эй. И кого мы ищем? А, ну вот тетка ходит. Не очень-то она грустно выглядит. Позвольте я поговорю с вами. Плохая идея искать сейчас со мной компанию. Тебе нужно что-то? Ну, страшно это. Есть 10 лица Альянса Исайда по поводу твоей сестры и дочери. Слава богу. Я не думала, что они пошлют кого-то так быстро. Я расскажу тебе все, что тебе нужно знать. Я просто хочу их вернуть. Ну, расскажи мне, что тебе известно. Так. Несколько ночей назад, когда они пропали, меня разбудил крик. Я спала на диване и побежала в спальню. Белье было раскидно, а входная дверь распахнута. Я выскочила наружу, попытаясь найти их. Но было слишком темно, и я никого не увидела. Я звала их, но никто не ответил. Сосед сказал, что видел кого-то в футбольном снаряжении около моего дома. Таком, в какой одевается легион. Расскажи о своем соседе. Моего соседа зовут Тревор. Он тихий, замкнут в себе, но он сказал, что слышал шум снаружи и выглянул. Тогда он увидел, кто это был. Это был кто-то в футбольной одежде, как у легионеров. Они пробежали мимо моего дома с кем-то еще и исчезли. Еще что-то? Ну, думаю, ты можешь пойти осмотреть мой дом, если нужно. Может, заметишь что-нибудь. Вот ключ от дома. Я не смогу туда вернуться с тех пор, как это произошло. Если ты поговоришь с Тревором, он тоже сможет помочь тебе. Спасибо, я займусь этим. Выключись скорее с хорошими новостями. Так, здесь, походу, все хуже будет. Здесь, похоже, сосед-маньяк. Такс. Мы уже рядом. Это, видимо, ее дом. А где Тревор? Ну, давайте не будем бежать вперед с, скажем так, паровоза. Сначала обыщем дом. Так, следы. Следы пятна крови. В доме Люси внимательно осмотреть комнату в поисках зацепок. Холоденье полностью пуст. Без еды и питья. Он пахнет так, как будто бы почти не используется. А! Блядь, это засада, походу. Сука. Сосед тут вообще ни при чем. Это подозрительно, потому что... Ха. Кровь. Никаких предметов практически нет. Все раздолбанное. Сейчас, небось, меня греет по голове, нет? Когда я буду выходить. Запертый шкаф. Раз в холодильник почти пуст. Так. Он придет вечером. Кто придет вечером? Та-та-та. Я так взволнованно. Парень, которого я встретил, снова придет сегодня вечером. Пока рыбаки и Кэти не будет. Он такой красивый и такой милый. Не похож ни на одного подонка, которых я обычно встречаю здесь. Но есть кое-что. Я подозреваю, что он может быть в легионе. Я слышал, как он говорил на латыни. Говорил он... Так. Говорит он, но он поклялся, что просто запомнил этой старой книги. Что-то переводка опять кривой. Но мне все равно. Они не могут быть плохими. Я так счастлив, что кто-то хочет позаботиться обо мне. Нихера мне это не объяснило. И, походу, я сам придумал слишком крутую теорию. А что это тут маркеры на все подряд раскиданы, что ли? Не понял. Так, в стакане ничего. Что еще можно потрогать? Подождите, а к чему здесь повсюду маркеры раскиданы? Я что, должен что-то посмотреть? Руками потрогать? Блядь. Так, что мы тут еще можем найти? Так, ясно. Это нам ничего не дало. Отлично. Ну, на выход-то понятно. Выходить мы пока не будем. Так, телевизор. Книга. Камера. М-м-м-м-м. Что-то подозрительно все равно. Ладно, пойдем на выход. Где там сосед? Поговорить с соседом Люси. Никакие я улики и зацепки нашел, так и не понял. Почему столько маркеров было? Дом Тревора Мюррея. Привет, петух. Ты всегда вваливаешься в чей-то дом без спроса? Что тебе нахрен надо? Ты не оборзел хамить? Я здесь от лица Альянса Исайда по поводу пропавших людей. О, полагаю, это касается семьи Врен? Это ужасно. Просто взяли и исчезли посреди ночи. Ну, скажи мне, что тебе известно. Ладно, я знаю немного, но расскажу, что знаю. Это было ночью, я не спал и зачем-то выглянул наружу. Я видел кого-то в броне региона, бегущего около дома Врена Коя. И кого-то еще с ними. Потом я отвел взгляд. А когда посмотрел с мною, не было никого и было тихо. Это все, что я видел, правда. Ты слышал какие-нибудь звуки? Или ты сказала, что я разбудил крик? Она так сказала. Я не слышал никаких криков. Я не спал и не было ничего громче ветра. Уж точно никаких криков. Это все? Больше ничего? Не совсем. Я не помню ничего, кроме... Ну, это может быть тоже ничего. Но однажды я видел, как Люси говорила с каким-то парнем перед ее домом. И что с ним? Ну, она говорила с ним за несколько дней до исчезновения сестры и дочери. У них был спор или вроде того. Вот и все правда. Спасибо тебе за помощь, Тревор. Надеюсь, найдешь Ребекку и Кэти. Эти двое очень милые девочки. Так. Мамашка продала... Продала свою дочку и сестру в рабство, что ли? Я... Пока такое объяснение только могу найти. Это круто. Давайте подведем итог, мои дорогие зрители. И, кстати, кому интересно, мать действительно продала своих родственников легиона. Ну, как продала. Застраховала их и потом легион их похитил. А она думала, что их якобы вернет потом ее возлюбленный. Да, полная кретинка. Так вот, из чего состоит мод? Мод состоит на 80% из бессмысленной ходьбы туда-сюда. На 20% из стрельбы по легионерам. Притом моментами просто идиотской. Вот как сейчас вы видите на экране. То есть вы заходите на локацию, и на вас сразу наваливается целая куча мудаков. Стрельбы немножко погулям. Борьбы с парой абсолютно неубиваемых боссов, которых, ну, реально не знаю, кто может завалить. Не знаю, какой у них левел, я не смотрел в геке, но у них здоровье в среднем чуть ли не в 100 раз, наверное, больше, чем у простых неписей. И из неплохой довольно-таки озвучки, что, кстати, удивительно для такого мода. Единственное, что озвучка довольно-таки безэмоциональная. Она еще более спокойная, чем мое сейчас бубнение, скажем так, в микрофон. А что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить очень хуёвый левел дизайн. Просто фейспалм эпический, это говнище. Плохая работа скриптов и вообще плохая тестированность. Очень-очень плохой левел дизайн, еще раз не могу не отметить. Довольно кислая мотивация в виде просто денег. Как будто мы такой доброход, который хочет просто все время зарабатывать. И без какого-то объяснения, нормальной предыстории. Мод нихрена не лорфрендли, как написано на странице Нексуса. Там много косяков, особенно с тем, что автор, походу, не знает, кто такие легионеры вообще, что такое легион Цезаря. Что мне тоже не понравилось. Насчет перевода, скажу так. Если вы совсем не знаете английского, то, наверное, используйте перевод от Falcon Lair. Если вы английский знаете, лучше не портите себе впечатление и играйте в оригинал. А еще лучше не играйте в этот мод вообще. Ну и подытожить можно оценкой. Поскольку мне очень понравилась оценка в виде рекросса, 10 рекроссов это полное говно, предположим, да. Этот мод тянет на 8 ожиревших рекофроссов из 10. Всего вам плохого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok